Обеспечение лекарственными препаратами, порядок доставки дров, пенсионные выплаты, меры социальной поддержки пенсионерам и детям. Эти и другие вопросы обсудили оленеводы 5-й бригады сельхозпроизводительного кооператива ХАРП с прокурором и омбудсменом во время работы выездной мобильной приемной прокурора Ненецкого округа. Такие встречи с работниками отрасли, находящимися в труднодоступных районах округа, ежегодно проходят во время сезонной миграции олейних стад вблизи города. А бывают факты незаконного стрела? Бывает. Ну мы сегодня на контроль поставили начальнику ОМВД, чтобы было сопровождение бригад. Самое главное в этот район, в него города когда идем. В сельхозпроизводственном кооперативе ХАРП 7 оленбригад они выпасают более 10 тысяч оленей. География Пазбич простирается далеко с юга на север к самому Баренцеву морю. Раз в году оленеводы проходят рядом с городом. И в это время они имеют возможность получить квалифицированную юридическую консультацию. А вопросов и проблем у оленеводов немало. Одна из них – обеспечение лекарствами первой необходимости. Лекарства были просрочены в аптечках. Поэтому все эти аптечки, которые были выданы работникам СПК ХАРП, они изъяты. Сейчас проводятся новые торги, закупаются нормальные лекарства. И уже часть новых нормальных лекарств мы привезли вам. То есть на каждого оленевода, чумоработницу, а также несовершеннолетних, которые заняты в оленеводческих хозяйствах, также ежегодно должна предоставляться одна медицинская аптечка. То есть состав лекарственных препаратов определяется департаментом здравоохранения ежегодно. Каждый имеет право на получение одной аптечки. Помимо прокурора в работе мобильной приемной принимают участие уполномоченный по правам человека Лариса Сверидова и депутат Архангельского областного собрания Матвей Чупров. Вопросов много, начиная от экологической обстановки в местах пазбищ и до качества строительства жилья для оленеводов. Еще один важный аспект – доставка детей и подростков на лето в стойбище. Многие ребята с удовольствием помогают родственникам в оленеводстве. Но по закону доставлять на льготных условиях в чумы детей могут только родителям, а не бабушкам, дедушкам и тетям. Каждый год прилетает сюда племянница моя. А так в этом году сказали, что возможно даже не будет. Тут же чисто, в которой тундры работают, оленеводы. А ей возраст какой? Сегодня 14 лет. В ходе приема даны разъяснения действующего законодательства. Приняты письменные заявления по вопросам транспортного сообщения, медицинского обслуживания, работы красного чума и врачей в стойбищах, незаконного отстрела оленей, большого числа бродячих собак, создающих угрозу северному оленеводству и распространение бешенства. Принято пять письменных обращений. По всем обращениям организованы проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ольга Руссул, Антон Водряков, Телеканал «Север».